Золотая медалистка Диана Ладонько за сертификатом ЦТ пришла в первый же день. Еще бы девушка набрала 100 баллов по русскому языку. Такого результата отмечает выпускница 28-й школы она вовсе не ожидала. Перед сдачей пробного тестирования всего несколько раз открыла сборники. В остальном помогли знания с Олимпиад. Мапрученко справилась с тестами всего за 20 минут. Остальное время, говорит, себя перепроверяла. Когда пришла домой, проверила какие-то спорные моменты, не нашла ошибок. Все равно не могла поверить, что все так идеально. Потому что РТ писала я, ну для себя это было не очень, это было 86, 89 и 93 балла. То есть у меня была цель написать на 90 баллов и все. Ну, когда увидела вот эту смс-ку со 100 баллами, удивилась очень. Писала историю Беларуси на 99 баллов. Я одно задание не смогла правильно решить. Я как раз над ним сидела больше всего и хотела исправить. То есть внутренний голос мне подсказывал исправь, рискни, но я побоялась. Именно так, отмечает Диана, она неоправданно рискнула во время сдачи английского и набрала 89 баллов. Кстати, сотню по-русскому получили всего 36 белорусов, а это на 18 меньше, чем в прошлом году. Что же касается родной мовы, здесь наоборот результат вдвое лучше. 42 абитуриента достигли потолка. Среди них и одноклассники Петя Силков и Катя Осина – это выпускники 10-й школы. Перейдя на ЦТ, увидел, что тест довольно-таки легкий, в принципе проблем не будет. Ну и вышел в хорошем настроении, в ожидании хорошего результата. Ну, когда 100 получил, не особо удивился, но обрадовался, конечно, очень сильно. Я в жизни не говорю на белорусском языке, я только русский использую. В принципе, я читала все, что было по школьной программе, огромное произведение. И даже вот когда я начала готовиться, ну, в течение подготовки я поняла, что, как бы, ну, мне нравится наш родной язык на самом деле. По остальным предметам у выпускников профильного класса баллы выше 80. Аттестаты тоже впечатляющие. Екатерина окончила школу со средним баллом 9,9, а Петр – с 9,7. Ну, а три заветные цифры в сертификате, резюмируют ребята, они получили благодаря учителю белорусского языка Михаилу Кунцевичу. Поваженный Михаил Александрович, дякуем вам за вашу працу и за наш результат. Мы за все будем памятать наши занятки и вашу турботу. Пользуясь случаем, ребята поделились выбором специальностей. Петя Силков в ближайшие четыре года будет осваивать космо-аэрокартографию, а Катя Осина планирует стать знаменитым хирургом. Это значит, что о способных ребятах из Бобруйска еще услышат не раз. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.